Ну что, люди добрые, всем трудовой салют. Хорошие новости. Нашлась посылка и вернулась своему правообладателю. Вот, пришел люнетик, найден. И плитка шоколада 400 на 400. Вот такая вот плитушка. Что-то Гришка тут накрасил. Видать, какие-то здесь засверлы и то ли сваркой заварили. Ну, в общем, он отказался ее мне делать. Видимо, решил схитрить и оставить это приятное дело для меня. Ладно, на сегодня еще один хороший повод порадоваться за людей, которые меня сдабривают, присылают мне всякие ништяки. Игорь передал эстафету автору с канала про насосы. Он мне прислал резцы. Также мне прислал Владимир резцы, мой подписчик. Сжалился или сочувствующий. И давайте сейчас пооткроем их и посмотрим, что там. Сдэк вообще охренел. Уже за воздух берет 1000 рублей. За пустые коробки дерет в три шкуры. Ой, посмотрите, какая коробка красивая. И так, и сяк, а здесь куча пупырки, да? Вот что, нахрена мне эта пупырка нужна? Вот объясните мне, да? Если она вот тут вот все это вот здесь вот так вот скукожилась. Так, это у нас резцы ВК-8. Только державка, походу, маленькая, да? Да, 20-я державка. Резцы все отогнутые. Вот упоротые есть. В общем, однотипных мне резцок Владимир прислал. Так как они ему не нужны были. Лежали мертвым грузом. Решил, что мне они пригодятся. Ну, честно скажу, не знаю. Может быть, Т5, Т15, К6 тут есть. Может, их, в принципе, и можно будет использовать потихонечку за жизнь. Наверное, я их не выработаю. Спасибо ему большое. Не спасибо СДЭКу, чтобы он обосрался. Автор отказался принимать денежные средства за отправку. Сказал, что это подарок. Огромное ему за это спасибо. Опять же, тара не выдержала такого объема. Мы сейчас это все аккуратненько будем взимать. В общем, подогнал он мне вот такой расточной резец. БК-8. Малыш вот такой пришел. Тоже очень нужный. 12 на 12. Маленькие отверстия растачивать. Это у нас... Посмотрите, какой державка какая интересная. Перегретый какой-то. Акалину даже не отбили на заводе. И непонятно, что за зверь. Что за сплав. Но мы-то уже опытные. Поймем. Вот такой вот, смотрите, силовой резец. С большой державкой. Так же вот отогнутый ведут. Упорные, проходные. Еще расточный ход. Несколько штучек. Вот с расточными у меня, короче, труба. Дело. У меня нету. Вот какой, смотрите, интересный. Коротышек. Торцевать, что ли, что-то. Ну и, друзья, у нас тут пришли еще резцы со сменными пластинками. Это советский резец со знаком качества. Так же к нему, точнее не к нему, а у меня вот такой вот есть. Такие пластинки у меня используются на скоростной головке, на фрезеровом станке. А так же будет еще вот такая державка. И, естественно, куча-куча таких пластинок. Вот, смотрите, даже с паспортом. Вот. Так, что у нас за пластинка эта? Пластинка эта ВК-8. Сплавка 30 ВК-8. Это у нас угловая такая по чугуну для каких-то обдирочных работ. Да, работающих на небольших оборотах на удар. Ну и нержавеечку можно точить. Кстати, на канале про насосы я очень много полезной информации подчеркнул. Там человек постоянно работает с нержавейкой, делают нужные вещи для людей, кому-то для бизнеса насосы, кому-то для жизнеобеспечения. Занимаются действительно каким-то важным общественным делом и не занимаются вытачиванием всякой херни восьмизаходной. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь обязательно. Это не реклама, это просто человек мне сделал доброе дело. И я ему тоже, может быть, сделаю. Вот еще резец такой задарил. Ну и здесь у меня уже остались лишь пластинки. О, и дальше ключ. Т-15К-6. У нас вот эти вот прямоугольные, точнее квадратные. А вот эти вот не подписаны, но у них есть вот коробочка, домик, где они должны жить. И там в паспорте указано, что вроде бы как ВК-8. Все, с распаковками, с посылками все. Огромная благодарность Владимиру, автору канала про насосы. Ну, это не Владимир. Владимир одну посылку прислал, про насосы другую. Не знаю, как вас звать, конечно, не спросил. Ну, хочу также объявить, что, скорее всего, в пятницу, либо в субботу. Я еще толком не решил, но обязательно объявлю. Будет стрим. Поэтому приходите, приглашаю вас. Точно знаю время выхода. Это 8 часов по Москве. По Калининграду будет в 7. В общем, всех приглашаю. Правда, не знаю когда. Либо в пятницу, либо в субботу. Можете написать в комментариях. Желания ваши будут учтены обязательно. А пока все. До встречи. Пока.